Всем привет, с вами я, Ван Грешник, и мы продолжаем играть в War Thunder Mobile. Сегодня второй ранг, это Калиопа. Взвод с Калиопой только что приобрел. Калибр 75 мм, скорость 38 км в час, задний ход 5 км, что-то где-то я уже это видел. Ну, это получается тот же самый Sherman M4A1, который был в предыдущем ролике. Просто тут не длинноствольное орудие, а короткоствол, да, 75 мм. Там чуть-чуть по длине было пробитие, а тут 91 мм, да. Но зато хотя бы перезарядка 5 секунд, это уже радует. Защита посмотрим уже в бою, хотя вот я вижу вот эти две упирающие сиськи, как в Firefly. А значит, что танковать машин скорее всего не будет. И вот этот странный лючок с краю, который приварили почему-то сюда, непонятно тоже зачем. Но, конечно, все понимают, что машина эта интересна в первую очередь вот этой ракетной установкой, которая находится сверху этой башни. Сейчас посмотрим, как можно ее наводить, нельзя ее наводить. Но вообще, по-моему, это ракеты с достаточно малым количеством тротила в снарядах. Посмотрим, поехали в бой. Ну, наконец-то, я так понимаю, мне не покажут, да, да, мне не покажут нихуя. Да, 666-граммовые снаряды и каморник на 63 грамма. Как мы видим, там может еще М-72, а открытый уже, да, простая болванка, она нам, я думаю, не пригодится. Да, и много снарядов здесь, не сказать, что нужно будет. Кореях, поехали в бой. Насколько я правильно... А как вообще управлять этой установкой-то? А, она поворачивается вместе с основной пушкой, да? Ну, хорошо, проверим. Постараемся стрелять. 60, 60 ракеток возит эта штука. В себе. У них какая, у них такая же баллистика или что вообще в целом по баллистике-то? Ну, вот куда прицел? Вот белая точка целится, вот туда, собственно, и попадают эти охрененные штучки. Мяу-мяу. Что мяукаешь? Что ты хочешь? Так, подожди, давай я ему посигналю, что у меня есть ракеты, чтобы он охуел. Он, между прочим, по установке мне стреляет, скотина такая. Эта установка, кстати, может сдетонировать, и тогда Калиопе будет пиздец. Имейте это в виду, знайте об этом. Потому что я как-то сливал Калиопу выстрелом камерника вот в эту установочку. Она подрывается, и всё, и Калиопа отлетает в ангар. Ну, а средней дистанции использовать эту ракетницу я не буду. Давайте как-то с противником сбли... Вот, давайте я попробую поработать по нему ракетами. Хуяк, хуяк, ну-ка-на-ка, ну пробитие. Пиздец, я прям вижу. Ха-ха-ха-ха, это если что, сейчас упал смартфон со стола, да? Эта кошка бесится. Молодец, молодец, всё хорошо. Это М4А1, блядь, чё же здесь происходит? Я, собственно, не могу стрелять. А нет, могу, смотри-ка, ракетками подстреливать. Могу, неплохо. Ну да, мне пиздец. Давайте сделаем паузу, пойдём в следующий бой. Знаете, очень странно, что никаких характеристик не указано про эти ракеты. Я, причём, смотрел в основной тундре, по-моему, есть тоже Калиопа. Но я вообще не помню, вообще ни разу не видел Калиопу в основной тундре. Может быть и видел, но крайне хуёво помню о характеристиках данной машины. Что бы то ни было. Ну, касаемо ходовых характеристик, что-то, ну, в прошлом видео я всё сказал. Давайте повторюсь, опять же, 6 километров назад, 5 километров назад. Хуёто. На месте, скорее всего, разворачиваться тоже хуёво, да? Нет, смотри-ка, невероятно. Этот Шерман модернизировали. Этот Шерман вертится, будь здоров. То есть предыдущий Шерман, длинноствольный, прям хуёво разворачивался на месте. И это прям рвёт с места разворот. Очень даже хорошее для среднего танка. Он очень быстро разворачивается с места. Приятно, приятно, да. То есть только задний ход пока минус. Но я как понимаю, вот эти ракеты, они не очень хорошие пробивные свойства имеют. Можно я постреляю по этому охуенному танку вот в этом вот? Опа! Я выбил из него дурь опять ракетами. Надо переместить значок ракеты. Интерфейс рядом вот с выстрелом. А то неудобно не наводиться разом и стрелять. ФПС улетает на другую галактику. Прощай, ФПС. 25 ФПС. Почему так? Не знает никто. Ответ на это до сих пор не могут найти. Века все задаются вопросом, куда делся мой ФПС. Не знаю. Ответ может быть, когда-то найдётся. Почти попал. Почти попадание. Сейчас я вот так выкачусь. Хуяк. Ну-ка, на-ка. Там вот я вижу. Черчилль едет. Спокойно. Сейчас. Всё пиздых. Вон по... Я, во-первых, выстрелил снарядом. Во-вторых, жухнул этими ракетами. Ракетами забрало. ФПС падает ещё ниже. Настолько, видимо, всё страшно. Огонь, огонь ракетами. Ракеты не выше летят, да? Ну ладно. Так, того и будет. Танк 10 часов едет сюда ко мне. Спокойно. Чё-то попал. Чё-то попадание. Хорошо. Он пиздых наяривает. Аккуратно. Так, установка держится. Установка нормально. Нормально. Живём, живём. Пазик хлоп снарядиком. Не снарядик. А что у меня там со снарядами? Что за прикол? Куда делся ФПС-то, блядь? Игра? Что за приколы? Я не понимаю. Что за пиздец сегодня такой творится? Пинга нет. Пакет лостов нет. ФПС улетает. Ну и в борт нас забирает. Мы даже с поворотами не разобрались, что там было. Хотя ладно, на месте разворачивается нормально. Вообще выбило из колени. Давайте я перезайду в игру. Взаимодействие с подписчиками. Я, кстати, перезагрузил игру и всё встало на свои места. Странно. Напишите в комментариях, какое пробитие у данных палочек и какой тротиловый эквивалент внутри них, если им вообще существует. Может он просто палками какие-то шмонает и всё. Я переместил кнопку стрельбы из этой ракетной установки. Теперь, по идее, будет стрелять гораздо комфортнее. Вот куда он едет, я не вижу. Я достаю вообще, нет? По-моему, он должен доставать. Ага, всё пиздец. Стали, всё, тебе конец. Мощное попадание. О, нихуя. Я не знаю. Есть что-то классное в этой установке. Я понимаю, что она как бы, ну, не гарант слива у противника. Но смотрите, пока мы стреляем этой птуровозкой, вот этой вот, этими ракетами, киллы делаются. Причём установка достаточно высоко. То есть, вот если по этой белой точке ориентироваться, по идее, я должен попасть вот с того противника. Давайте попробуем. Ну, нет, нет. Всё-таки она на прицел пушки берёт ориентир. Ну, так-то да, было бы вообще имбово, если бы эта штука ещё и, считайте, наводилась бы ракетами чисто. Всё, пиздец, мне снесли наводчик сзади. Причём, кто-то это сделал. А, ну да. Ну и всё. А как ты не пробил-то, дружище? Как же ты не пробил? Как я-то не стреляю? Ага, минус ещё один пазик. Ну, пазики она рвёт просто в хламину. Я не знаю, как это... Всё, опять минус эта установка. Назад-назад. Всей командой по пулемёту. Всей командой уже по пулемёту стреляют. Уже думают, ну, блядь, заебал. Заебал со своей установкой. Пушка у меня сломана. Да, и всё. И всё. А, отовсюду. У меня даже слов нет уже. А где вся наша команда? Вопрос. Из левого фланга, из правого. Везде полностью всё в противниках. Ну, боеукладка тут, конечно, пиздец. Прям под ногами. Чё-то с края справа, сзади. Мы слово изначально рентген не посмотрели. Надо посмотреть. Знаете, машина наравне с КВ-2. Вот, когда ты стреляешь... Вот, КВ-шка вторая, да? Вот стреляешь фугасом, и у противников фугасом забираешь. Вот это ощущение. И вот эта установка ракетная. Примерно те же самые чувства даёт. Причём, машина-то выглядит необычно. Высокая, ну, про стелс в War Thunder Mobile и речи быть не может. Тут не то, чтобы высокий силуэт вас раскроет. Тут как бы дело вот в этих всяких... Попадёт? Не попадёт. Дело в подсвечивании противника. То есть про стелс мы тут и разговаривать-то не будем вообще. Боеукладка, это страшно, да. А в какую тогда у меня БК уничтожили? И вот тут вообще только в самом низу боеукладка. В прошлом бою боеукладка была справа. Про какую боеукладку тогда речь немножко непонятно. Но ладно. Чё-то... Чё-то сдетонировало. Бог с ним. Касаемо разворота с места, мы с вами выяснили, что машина... Да, прекрасные развороты. Просто очень чудно. Блядь. Вот я попадаю, у него нет... Он меня как бы... Ага, слил. Я не знаю, кто это, но это тоже был какой-то Шерман. Я не знаю, как враги падают с этих ракет. Каким образом это происходит? Причём здесь нету, к слову, браунинга. Тут базовый пулемёт. Учтите это. Но у вас есть вот такая установочка. Этой установочкой очень фаново, очень прикольно, очень весело вырубать противника. Но вообще, знающий враг, если выстрелит чётко в данную установу, то вы... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну вроде вот как я попадаю, но ему насрать. Не, всё, пиздец, приехали. Всё, приплыли, не надо, не надо. Ну кто у меня там в... в моём корабле повреждён? Что, что... А, ну да. Один танкист в живых. Я надеюсь, он отвлёкся надолго. Сейчас я развернусь и дам красивый бабах со своей установочки. Давай-давай-давай. Т-34-ку посмотрим, берут ли эти ракеты Т-34. Ну я так понимаю... А, да, берут, смотри-ка. Берут и вполне себе ок. Так, КВ-2, да, по-моему? Спокойно, тихо, разворачивайся. Куда-куда-куда? Всё, установку накрыло. А когда установка накрывается, пушка-то цела, да? Пушка цела. Ну хотя бы пушку целую оставляют. Ладно, я ещё... Я ещё жив, я ещё сопротивляю, я ещё дерусь. Я ещё ок. Ну-ка-на-ка, нет. Там КВ-2 прям очень хорошо засела. И мне кажется, я её не пробью. У меня сотка всего по пробитию. Сейчас я выезжаю на попазик и не успеваю. Но это уже, да, это печально. Надо посмотреть на развод. Я настолько увлечён этой установкой, что я вообще забываю про то, что мы тут как-то ещё и подвижность этой машины тестируем. Хотя кому ли не похуй с такой-то весёлой установкой. Мне кажется, вообще всем насрать. Все только на ракеты на эти и хотят посмотреть. Поехали в следующий бой. Так, вперёд. Сейчас, секунду. При разгоне посмотрим слегка. Разгон, разворот. Нет, хорошо, всё нормально. Более-менее терпимо. Но разворот на месте тут прекрасен, поэтому разгон и разворот тут не сильно нужен. Динамика. Двадцатку, пятнашку. Уверен, Белькарыч, как прошлый Шерман. Вперёд-назад он то же самое. Только тут развороты на месте гораздо лучше. Про пушку говорить ничего не буду. Девяносто миллиметров пробития. Каморник на шестьдесят грамм. Сами понимаете. Сами знаете, что первые-третьи боевой ранги. Кого-то пробьёте. Ватные танки, средние танки пробивать будете. Тяжёлым танком вы что-то сделаете. Разве что в уязвимые места. Вот это имейте в виду. Ну и про основной калибр вы быстро забудете с этой установкой. Это скорее так. Он как бы есть, но не факт, что вы будете часто использовать. Так, спокойненько. Тут кто-то стоит. Нет, тут кто-то стоял. Сейчас. Ага, вот он. Вот он наш противник. Спокойно. Я вот тут не смогу приподнять свою установочку. Как жаль, что нельзя её приподнять. Ну как было бы славненько. Вот здесь вот ну как бы ну блять бери да стреляй да, попадёшь же. Но нет. Но вот жал, жал, жал. Жал ли я не могу корректировать огонь из-под текстуры. Но это было бы уже слишком имбово. Встань за камень да и за камни всех расстреливай. И это был бы пиздец. Странно, что моя установка не детонирует но не взрывается. Чем по мне стреляет немножко непонятно. Но они меня видят. Вон ещё одна калиопка. Просто я помню отчётливо что я от башни делал рикошетом в эту установку. Эта установка взрывалась и детонировала вместе с этим саму калиопу. Что здесь не так? Почему тут так не работает? Ох, нихуя! Бля, я попадаю? Вот это прикол! Я ту калиопу снёс, прикол. Вот это здорово! Мне нравится. Отчётливо прикольная вещь. То есть можно не высовываясь если делать всё очень аккуратно. Вот он на меня смотрит. Он же сюда смотрит, да? Да, да, да. Он сюда смотрит. И этот, между прочим, тоже. Я не знаю, как будет действовать против тяжёлых танков. Но, мне кажется, тяжёлым танкам похуй, да. да, тяжёлому танку определённо наплевать. Да, жалко. Да, тяжёлому танку поебать. Можем уезжать отсюда. Осечка? Какая осечка? Ты чё с ума-то сходишь? Вот сейчас. Вот это было красиво. Вот это был красивый выстрел. Задний ход, ну... Пиздец, просто задний ход. У меня, по-моему, и ствол снесли, да, осечка? Разворот на месте. Спасательный разворотик, пока он чинится. И валим отсюда. Всё, уходим. Мы насражались, всё хорошо. Это кто? Это кто? Это кто ты? А, всё, пиздец. Ха-ха-ха. Более. Ну-ка, давай-ка, ну-ка, перезаряди. Ну-ка, 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 ну-ка. Самолётик. Быстро, быстро, быстро. Хорошо, что у него снаряды говёные, а. Вот мне бы перезарядиться. У меня там в танке уже все отдыхают. Быстрее бы, быстрее бы нас в самолёт посадили. Не успел. Не успел. Как же жаль. Какие-то тут бои непонятные вообще на Калиопе. Ня, не бы, не кукарек. Это Комет первый, да? А, не Челленджер. Челленджер всё. Ну, давайте как-то более открыт, что ли, оценим эту тачку. Во-первых, первый-третий боевой ранг. Конечно же, в основном эта машина киллы делает, потому что противник неопытный и ватный. То есть, танки здесь не особо бронированные. Не особо бронированные танки вот эта установка в целом берёт. Берёт нормально. То есть, машина результативная. Как вы сами видите, киллы получается делать и делать достаточно часто. Но, но, как всегда, есть какой-то вот это тебе. Я не попадаю, да? А, нет, попал. Ну. О-о-о-о. Дружище. Да, прочь, мне кажется, снарядом сейчас. Ну, этот вот танку... Avenger танкует. Нет-нет, Avenger, да что-то и танканёт. Тридцатку ракет выпустил, на позицию устал. Всё, пожалуйста, проспамил. То есть, тут особо снарядом-то целиться не надо. В основном ракеты использовать как вариант попадания. Ну, вот этого уже не я забрал. Да, третьего лица даже, наверное, попроще будет этой штукой работать. так а в упор эта установка как себя показывает давайте посмотрим да в упор но тут снарядом надо было подработать потому что без снаряда было уже грустно ходовые характеристики ну на машина как машина едет и слава богу так и снарядик улетел и это это в целом бог она челленджер все плохо ладно вот так ну то есть ты видишь да я еду и уношу просто противников хламину вот еще и 4-ка вылетает я только вышел пять фрагов и я только вышел уже пять фрагов и 9 ракет осталось к сожалению ракеты закончили сейчас меня с бачков каких-нибудь заберут и все давайте снарядиком ради разнообразия сделаю один фраг хорошо полетели тут надо немножко закрысится основной калибр говно но откровенно тяжелые машины вы этими ракетами не заберете то есть как бы она красиво сейчас не выглядело вы должны понимать что вот выйдет тяжелый танк и уже будет совсем другая история совершенно но с первой же ракеты вылетает и тричь я хуй знаю сколько пробитий у этих ракет но это страшнейшая вещь вылетает еще и черчилль все ракеты закончились к сожалению вот я надеюсь попаду нет не попаду плохо недолет ухуй перелет на все я встал на этом я отвоевался 8 фрагов это максимум все у меня наводчик в починках все такая да и перезарядка и а что задетонировала основное быка я так понимаю да покажите этот как он не слил нихуя мы тебе не покажемся и не будет никакого тебе килл камеры ты просто взорвался и . на этом да то есть надо понимать что любой тяжелый танк но кроме черчилля мы видели да как может черчилле мы играли на черчилле калиопа нас уничтожала там могут осколками вниз все пролететь вот это все слить черчилль не так страшно но вот к вышка сами видели что происходит надо выцеливать уязвимые места тут основное орудие очень слабо и сама фишка калиопа это ее установка вот это на 60 ракет касаемо брони до такой же шерман как и все это не джамба особо танковать он не будет но в некоторых случаях два-три снарядика танканете если для вас это норм то ладно если нет то ну нет на большего вы можете не ждать особо эта машина танковать не будет да и не должна в целом но тем не менее несмотря на все ходовые характеристики меня полностью устраивает поворачивает быстро назад едет правда хуёво это вот главный наверное минус по ходовой разгон берет хорошо на мой взгляд такая машина вполне ок то есть по движению претензий нет вполне себе хорошо приятно я себя чувствую игра на данном аппарате более того ты как-то на это внимание ты не обращаешь потому что у тебя есть вот эти замечательные ракетки и ты мимо выходишь вот так вот и даешь просто знатных люлей так от меня не заметил ну вот и минус еще один спокойно как он выжил то блять не понимаю ну вот и еще один минус минус 3 сразу вылетел выкатил правда меня по карте не видит но это совершенно другой вопрос и разговор где еще один противник чисто теоретически вот здесь сейчас он выйдет да но это японский товарищ а все меня подбили да нет убери 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 починку убери починку починку все мне конец я приплыл к сожалению нет не приплыл он не успел перезарядиться охренеть я починился быстрее чем он перезарядить успел свою установку вот я на твоем месте ускорился с починками как ты про как ты меня не увидел друг как ты меня не увидел я не знаю разворот на месте очень 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 как не хватает на старших шерманах этой машины это фановая тачка это фановая премиальная тачка бывает выдает хорошие весьма результаты но надо понимать что это не ультимативная вещь и есть и против нее машины которые спокойно ее прогнут нагнут где надо пазик хлобысь а венджер хлобысик как ты жив то дружище ага ну вы понимаете ну вы понимаете да к чему это все ведет как бы это пиздец у меня слов нет это не у это аннигилятор танков это просто все средние танки легкие танки все до свидания автоматом я даже не прицеливаюсь особо все установка закончилась то есть конечно же упор делается на вот эту установку ракетную но когда она заканчивается у вас остается основной калибр и тогда уже начинаются некоторые проблемы но если вы опытный игрок то проблем никаких не будет все же это каморника не палка которую просто вы в танк кидаете в лючок пытаетесь попасть тут при попадании куда надо но с детонирует бабах нет я так понимаю вон видите зарядка ракет идет я предполагаю что когда вот эта полосочка дойдет до конца то моя ракета оба обратно будет заряжены да я могу еще раз стрелять с этой установки но мы видимо этого так и не увидим потому что бой сейчас закончится нашей победой покатаемся посмотрим может быть сейчас каким-то магическим образом ракеты с воздуха появится в нашем танке но машина живет нет нет один два попадания она может танкануть и это радует да полностью ракеты заряжены вон пожалуйста опять 60 ракет у нас в запасе есть то есть с одной только пушкой вы очень редко будете ездить 60 ракет потратить это надо очень сильно постараться он первое место 8 килов очень фановый классный аппарат мне нравится реально годная машина единственный минус который я могу сказать да два минуса это скорость поворота башни у не самое хорошее ну плюс еще ход назад тоже хуета еще то а так в целом одни только плюсы но плюс еще ракетница вот это вообще охуеть имба это можно сказать имба потому что ну аннигилирует просто все танки средние средние легкие танки улетают на раз-два поехали наверное еще один бой и закончим это одна из то машин на которых хочется играть 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 и не хочется заканчивать но заканчивать надо все это можно оставить на стрим так или иначе вот уже 36 будет нет с разгона тут все фубу хорошо вполне 42 километра в час все окей с ходовыми характеристиками этой тачки и за исключением только ход назад печально что нет еще заднего хода но если бы он был тогда бы машина без каких-либо отступаний выносила вообще бы все на среднюю дистанцию поворот башни здесь более чем нормас так меня ожидают да это единственное еще что не так хорошо танкует как хотелось бы ага т-14 интересно пробьем вода смотри хуеть ты 14 пробивает ракетами я даже снаряд не пустил вы понимаете это ракетами забрали т-14 с ума сойти я вижу 41 ну ху давай 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 да забирает отлично все забрали 41 я каким-то образом танканул установку и нет попали попали мне видимо в казенника от казенника отскочила в установочку на я жив цел здоров и у меня 31 ракета в запасе 2 фрага все полетел пазик ну пазик точно откисает второй пазик тоже откисает все теперь четыре фрага и остается 23 ракеты но это я не знаю это пиздец этому название нет это аннигилятор средних танков он про это я просто уничтожаю они едут а я сильно сношу насколько быстро эти ракеты летят о попадания матрика ну они с запозданием конечно попадают но попадают факт да все ракетки кончились теперь страдай на снаряде как опять ладно сейчас не двигать ты посмотри собака сломали казенник все таки мне он походу увидел меня да нет он уезжает просто назад сейчас у меня ракетки дозарядятся и а вот и пазик у хуяк пазик улетает ну я вместе с ним тоже в ангар ухожу уже пять фрагов говорят тут учета это остановись не надо пазик дай меня сносит в лоб башни ну вот ну вы можете танкануть случайные попадания если это не каморник ну или каморник плохого качества то два выстрела вы танканете на машине она не танкует особо но зато бьет этой ракетницы будь здоров с вами был я ван грешник подписан на канал ставьте лайк и не забывайте про колокольчик если серия к видосу и далее все они скорость сервер и поддержка канала всем хорошего настроения всем пока